Добрый вечер, уважаемые коллеги. Да, простите, что не смог приехать по объективным причинам. Большое спасибо за возможность выступить. Сначала позволю себе немножко вступить в полемику с Сергеем Николаевичем, как тоже протонщик. Я надеюсь, что когда Сергей Николаевич говорил, что два центра, он просто имел в виду, что два центра, в которых можно лечить все локализации. Но прошу не забывать, что в Обнинске один из первых в России центров протонной терапии. Хотя, конечно, мы ограничены локализациями только в области головы и шеи. И поэтому, кстати, у нас нет ни предстательной железы, ни молочной железы. Есть как раз те направления, которые являются наиболее выигрышными от методов протонной терапии. А в защиту своих коллег это же очень сложный метод лечения. И, наверное, обладая таким же оборудованием, я бы тоже начал с более легких локализаций. Прежде чем приступать к такому ответственному лечению детей, наверное, надо натренироваться и на метастазах, и на предстательной железе, и на молочной железе. Поскольку это самые такие простые в плане планирования для протонной терапии, да и для фотонной терапии. Вот. Так что я думаю, что с накоплением опыта все мы будем маршрутизировать именно тех, определять для себя именно те показания, которые наиболее нуждающиеся. А таких, кстати, в принципе, немало, что по астро до трети пациентов, до 30% пациентов реально выиграют от протонной терапии. Ну, тема, может быть, не совсем об этом. Сегодня я постарался собрать, да, все самое модное и интересное, истереотоксическую лучевую терапию, как наиболее такой продвинутый технический метод лечения и достижение иммунотерапии. Значит, для начала хочу немножко поддискутировать о том, что у нас парадигма в отношении опухоли и понимания, что такое опухоль, она заметно изменилась за последние десятилетия. И мы, когда говорим про опухоль, говорим не только про опухолевые клетки, как источник вселенского зла, но и про целую экосистему, как сейчас мудно говорить, про целый такой зверинец, который выстраивает вокруг себя опухолевые клетки. Там есть и дендритные клетки, и макрофаги опухоли ассоциированные, и лимфоциты, которые тоже ассоциированы с опухолью, и регуляторные лимфоциты, и так далее, и так далее. То есть целый такой зоопарк, который притягивает к себе опухолевые клетки. И уже, когда мы говорим про противопухолевые лечения, мы не можем себе позволить думать только про первичную опухоль. Но и становится все больше и больше понятно, что надо воздействовать комплексно, именно на весь этот комплекс. Поэтому опухоль, перефразирую, это не только ценный мех, но и 3-4 десятка опухоли ассоциированных клеток. О которых тоже нужно думать. И поэтому позволю себе немножко позанудничать в плане того, что мы все привыкли считать, что учевая терапия – это локальный метод лечения, и его основные эффекты противопухолевые, они связаны с тем, что вот есть у нас ионизирующее звучание, оно вызывает одноцепочные-двуцепочные разрывы ДНК. Еще есть, если есть кислород, то совсем хорошо, свободные радикалы вызывают дополнительные повреждения этого самого ДНК. Вроде как опухолевая клетка распадается, и на этом все, супер. А репаративные возможности опухолевых клеток и здоровых, они существенно отличаются, и вот на этой терапевтическом окне мы как бы играем. Но, опять же, в последние десятилетия парадигма и в этом отношении тоже изменилась. И на сегодняшний момент нельзя утвердать, что лучевая терапия, тем более стереотоксическая лучевая терапия – это строго локальный метод лечения, потому что есть очень большое количество сигнальных путей, и как в опухолевой клетке, так и в опухолеассоциированных клетках, на которые может воздействовать локальное лучевое лечение. И вот несколько только таких примеров. Это, например, ионизирующее звучение может воздействовать на CD4T клетки. Она их превращает в т-регуляторные клетки, активирует различные сигнальные пути, которые увеличивают секрецию интерлекина-10, а это один из маркеров воспаления. Воспаление тоже провоцирует повышение уровня факторов некрозы, опухолей и так далее. Дальше. Дальше у нас лучевая терапия индуцирует туморассоцированные нитрофилы, и они проявляют их противопухолевые свойства. То есть это все вроде как бы локальное, но действие локальное, оно разносится на организм в целом, потому что мы говорим про клетки, систему кровообращения и лимфатическую систему. И еще один важный момент, что происходит. С одной стороны может происходить поляризация макрофагов по типу М2, а это провоспалительный тип, который усугубляет, с одной стороны, делает ее более устойчивой к лучевому воздействию и химиотерапевтическому воздействию, вот эту всю экосистему. А с другой стороны, в каких-то дозах, особенно в малых дозах до полутора грей, наоборот, в очень больших дозах макрофаги могут поляризоваться по типу М1. А это уже, наоборот, противовоспалительный профиль, и он уничтожает опухолевые клетки, то есть макрофаги становятся способны уничтожать опухолевые клетки посредством фагоцитоза. Еще несколько различных сигнальных путей также могут быть активированы. Опять же, там большая роль туморассоцированных макрофагов. Они мигрируют, они пролиферируют, образуются цитокины. Это все приводит к очень выраженному хемотоксическому действию. Дендритные клетки тоже не обходят их стороной, ионизирующие звучение. Тоже здесь могут увеличиваться экспрессии хемокинов различного типа. Происходит миграция дендритных клеток, иммуногенная гибель. Все это может приводить к большому выбросу туморассоцированных антигенов. Даже такому мифическому и неуловимому обскопальному эффекту, про который идет спор, есть он, нет. Вроде как бы какие-то исследования подтверждают его наличие. Но, собственно, к чему я все это подвожу, что есть определенные механизмы, и механизмы, кстати, не связанные напрямую с опухолевой клеткой, которые как бы дают такие предпосылки фундаментальные для того, чтобы задуматься о том, что лучевую терапию, в первую очередь стереотоксическую лучевую терапию, можно как-то комбинировать и нужно как-то комбинировать с иммунотерапией и, в первую очередь, чекпоинт-индибиторами. Какие это механизмы? Это активация дендритных клеток, это регуляция CD8 плюс Т клеток, которые участвуют в антиген-презентации иммунотерапии ассоциированных, и полная иммуномодуляция вот этого опухолевого микроокружения за счет выработки цитокинов, химокинов, хемотаксиса и так далее. То есть строма вокруг опухоли, эндотелия опухолевых сосудов, это является основной мишенью и основным антиген-презентером потенциальным для работы иммунотерапии. Ну а иммунотерапию можно описать, как работает иммунотерапия. Можно описать словами монаха Арно Амари, который ему приписывают «убивайте всех, Господь разберется, кто здесь свои». Ну это, конечно, немножко юмор, немножко сарказм, но в принципе, конечно, современная лекарственная терапия, в части вот именно иммунотерапии, совершила большую революцию в онкологии, и не использовать ее, не попробовать посочетать с лучевой терапией, конечно, было бы нельзя. Хотя на самом деле, если посмотреть на историю метода, то в какой-то степени мы всегда о нем знали и всегда видели его эффективность. Причем это еще было в эпоху до рентгена, когда у нас опухоли начали лечить бактериальными продуктами жизнедеятельности бактерий, вызывая иммунизацию, то есть первые попытки вакцинации и так далее, это был еще конец 19 века. Дальше, все мы знаем, 1895 год, открытие рентгена, 1953 год, первый документально зарегистрированный иммунологический обскопальный эффект, не связанный, кстати, с лучевой терапией. Дальше у нас идет 2000-е годы, такая реинкарнация метода, когда мы уже с позиции доказательной медицины стали ко всему подходить, и в 2015 году у нас первые попытки клинических исследований в отношении иммунотерапии и пациентов с метастатическими опухолями. А дальше, 17-й год, потрясающие результаты Pacific Trial, когда добавление к классической химио-лучевой терапии в опухолях, не имел как леченому раке легкого третьей стадии, добавление дурголумаба, многократно увеличивало выживаемость доселе считавшейся бесперспективной группы пациентов. Ну и куда без доклиники, в доклинических исследованиях с замученным большим количеством мышей были выявлены два основных направления, это анти-PD-1, сочетание анти-PD-1 и лучевой терапии, и ингибиторов гликопротеина цитотоксических Т-лимфоцитов. То есть два таких пути, ингибируя которых моноклональными антителами, и сочетая с лучевой терапией, ин-vitra и ин-viva получили перспективные результаты, что да, этот метод вполне может работать. Ну, вопросов на самом деле, если мы говорим про такой новый модный метод лечения, как сочетать, как лечить, чем лечить, как обучать, какими дозами, какие у нас таргеты, какие препараты выбирать, и вообще надо ли лечить, то есть тут вопросов на сегодняшний день, конечно, немало. Если взглянуть на клинику, то есть какие есть у нас клинические результаты, вот внизу у меня там графа, с 1977 года по 2022 год ведет свою историю библиотеку подмет, учет большинства публикаций, если до начала десяток даже годов это были совершенно единичные публикации, то с середины, вот с 2015 года, с публикации по Pacifico и так далее, кратно возросло, и сейчас литературы очень много. Она вся несистемная, большая часть ее, но если посмотреть, опять же, на clinical trials, то уже практически под сотню протоколов, уже из хороших учреждений, которые на уровне второй и даже некоторой третьей фазы, именно посвященную сочетанию олигометастатических опухолей процессов, либо даже первичных опухолей и иммунной терапии. То есть это демонстрирует такой колоссальный интерес к этой теме. Еще один вопрос, что насчет токсичности, то есть насчет эффективности в доклинике вроде как было показано, вот что с токсичностью, потому что мы знаем, что в иммунотерапии есть как бы серьезное осложнение, они не всегда, не всегда мы их можем предугадать, то есть вплоть до каких-то миелитов тяжелых форм гипотириоза и так далее. По данным такого обобщенного анализа, который в МДПИС-ком журнале недавно вышел, получилось, что если сочетать стереотоксическую лучевую терапию и чекпоэт ингибиторы или СБРТ, то токсичность, она немаленькая, третья степень, варьируется от 5 до 24 и даже до 34%, но уж совсем тяжелые степени, которые не контролируются как-то и приводят к очень тяжелым последствиям, даже к смерти пациента, все-таки таких наблюдений не было. И еще одно интересное наблюдение, что все-таки анти-ПД1, ПДЛ1 препараты, они имеют преимущество их сочетания сочетания стереотерапии, чем анти-ЦТЛ-4. Что касается уже опубликованных результатов, наверное, наиболее яркий пример здесь это ПЕМБРО-РТ, сочетание ПЕМБРО-Лизумаба с стереотоксической лучевой терапией при распространенных опухолях немелкоклеточного рака легкого и только ПЕМБРО-Лизумаб. Во второй фазе, конечно, исследовали в первую очередь токсичность. Токсичность была вполне себе приемлема и не так уж она и значительно отличалась от монорежима ПЕМБРО-Лизумаба. А что важно, что в экспериментальной группе, та, которая сочетала иммунную терапию со стереотоксической лучевой терапией, было отмечено практически двукратное увеличение выживаемости. Сейчас это исследование перешло уже в третью фазу. Я думаю, что мы увидим подтверждение такого наблюдения, которое было уже во второй фазе. Костябин Борисович, регламент. Да, регламент. Я вот видите, котика поставил. Я понимаю, что уже время, и поэтому я сразу резюмирую те вопросы, которые я задал. Я сразу постараюсь резюмировать. Какие препараты лучше? Анти-ПД-1, ПДЛ-1. Какая доза лучше? Лучше все-таки доза 8-10 грей за фракцию. Меньше – это уже не совсем стереотоксис, а больше. Это как с гиперэрергической реакцией при аллергии. То есть когда мы даем большую дозу, то у нас настолько массивный ответ, что он не потенцирует иммунный ответ, а наоборот его усугубляет. И оптимальное время для тех пациентов, которые раньше… Вот для них очень хорошо все изучено. Для тех пациентов, так называемых наивных пациентов, которые ранее не получали иммунную терапию, вообще самый оптимальный день даже введения иммунопрепарата – это второй день. Это если мы говорим про экстракраниальную локализацию. Если мы говорим еще немножко, если мы говорим про интракраниальные, то здесь нет… здесь есть тоже выигрыш при применении препаратов типа тембролизумаба, невумаба. Нет значения, мы фракционируем, либо даем однократную дозу, а время… ну тут для всех пациентов, потому что здесь группа очень разношерстная, которая сейчас присутствует в литературе. Время дают авторы до трех месяцев введения, когда мы имеем действительно выигрыш от применения иммунотерапии, а вообще оптимально до двух недель. Ну и резюмируя, конечно, даже те исследования, которые есть сейчас, а их опубликованных, наверное, с десяток, по крайней мере, тех, которые можно отнести к приличным, мы уже видим, что есть и приемлемая токсичность, и локальный системный выигрыш. Конечно, нужен тщательный отбор пациентов, не все, очевидно, выиграют от этого, поэтому критерии отбора – это важный момент. И тестирование препаратов, здесь я мог бы много уже ограниченных, к сожалению, времени поговорить про комбинации, которые можно еще задействовать, потому что я же говорю, там целый зверинец из клеток, о которых тоже нужно думать. Ну и, естественно, для подтверждения всего вышесказанного нам нужны масштабные многоцентровые исследования третьей фазы. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.